Видеоинструкция запуска тестоделителя Кузбасс 68-2М Установите тестоделитель на подготовленное место. Выверите горизонтальность по уровню и закрепите машину. Подготовьте монтажный инструмент. Обеспечьте питание электроэнергией с учетом потребляемой мощности тестоделителя. Подвод питания электродвигателей осуществить с помощью медных проводов с ПВХ-изоляцией. Подключите электродвигатели, электрооборудование и заземление тестоделителя. Убедитесь в том, что все резьбовые соединения затянуты хорошо, в том числе болты крепления. Подшипники хорошо смазаны. Посторонние предметы убраны с тестоделителя и из него. Все работы по осмотру, ремонту и обслуживанию тестоделителя производите только при полностью снятом напряжении и полной остановке движущихся частей. Работать на тестоделителе без защитного заземления запрещается. При эксплуатации тестоделителя не допускается. Работать на тестоделителе при делении теста в формы, если после установки конвейера, в нашем случае стола, между верхней кромкой формы и нижней кромкой ограждения расстояние больше 25 мм. Работать на тестоделителе при делении подового хлеба, если после установки конвейера, в нашем случае стола, между верхней поверхностью стола и нижней кромкой ограждения расстояние больше 140 мм. Работать без защитного ограждения головки тестоделительной и без защитной решетки на бункере. Нахождение рук или прочих предметов в непосредственной близости от ограждений или за ограждением. Разрешается нахождение только хлебопекарных форм непосредственно под самим ограждением. Включать тестоделитель, автоматически отключившийся при коротком замыкании или по иным причинам, без выяснения и устранения причин отключения. Перед запуском тестоделителя необходимо сделать следующее. Снимите торцевую крышку камеры со стороны делительной головки на болтах и выньте шнек из камеры. Проверьте и уберите, если есть, мусор или посторонние предметы в камере и патрубке, соединяющем камеру и головку делительную. Вырежьте и уберите внутреннюю картонную перегородку между патрубком и головкой делительной. Установите на место шнек. При этом убедитесь, что пас на хвостовике шнека устанавливается в специальный болт. Установите торцевую крышку камеры, закрепите болтами. Пуск тестоделителя в работу производите с пульта управления. Проверьте направление вращения шнека и головки делительной чередованием кратковременных пусков и остановок. Проведите обкатку тестоделителя на холостом ходу. При этом проверьте правильность взаимодействия деталей и узлов тестоделителя. Проверьте температуру нагрева корпуса подшипников, которая не должна превышать 60 градусов Цельсия. В случае выявления неисправностей или несвойственных работе тестоделителя шума, стука, вибрации, немедленно остановите машину, выявите и устраните их причину. Проверьте отсутствие вытекания смазки из редукторов и подшипниковых узлов. Начиная работу тестоделителя, отрегулируйте массу куска теста вращением маховичка червячного вала головки. При вращении по часовой стрелке масса куска увеличивается, против уменьшается. На головке нанесена соответствующая наклейка. Один оборот маховичка меняет массу примерно на 5 грамм. Определяется по фактическим замерам. Массу куска теста настраиваем после того, как тестоделитель отмерит первые 8-10 кусков и регулируем каждый раз при переходе с одного сорта теста на другой. После настройки массы тестовой заготовки затягиваем резьбовую втулку и коттергайку для исключения самопроизвольного вращения червячного вала при работе головки. Во время работы тестоделителя под нагрузкой особое внимание обратите на плавность хода, отсутствие подпора продуктов тестоделителя, отсутствие задевания исполнительных механизмов о корпус, отсутствие оборудования. Продолжение следует... Продолжение следует...